приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео друзья поговорим о том в каких случаях ни в коем случае нельзя делать фотографий в храме в церквях в святых местах и чем это может вам грозить очень важная цена информации которую мы рекомендуем всем просмотреть от начала до конца друзья прямо сейчас ставьте лайк этому видео это наш с вами энергообмен ставьте лайк вам это ничего не стоит а нам приятно друзья давайте начнем с того что сегодня вы каждый из нас имеет мобильный телефон имеет фотоаппарат камеру это стоит не таких уже больших денег и когда мы где-то путешествуем о и мы ездим по святым местам мы хотим запечатлеть ну вот буквально все каждый сантиметр потому что мы таким образом хотим оставить память себе и показать родным близким друзьям знаком о том где мы с вами бывали но возможно вы замечали а возможно не замечали что на дверях многих церквей храмов вы возможно видели табличку которая показывает что фотографировать нельзя это место и конечно же многие возникает вопрос почему многие думают о том что таким образом именно вспышка на фотоаппарате или на телефоне уничтожает вот вот эту красоту в церкви потому что действительно много святынь они было остались и уже находится не одно столетие в нашем материальном мире и конечно же многие из нас хотят показать то те места где они были но вы должны понимать это что есть места когда стоит отказаться от фотографирования в храме в церкви даже если вам и разрешено это сделать то вы должны понимать что когда вы фотографируете вы нарушаете определенные вибрации и энергии так все же когда же нельзя делать фотографии первое друзья это фотографии на фоне заброшенных и разрушенных церквей храмов и монастырей почему это так почему нельзя казалось бы такая вот святыня и вам хочется вот эту святыню значит через фотографии запечатлеть и привезти домой но вы должны знать о том что по преданиям святых старцев в заброшенной церкви в храме живет ангел который плачет о ее запустении и даже когда церковь стою остановится заброшенной она является все равно святым местом и вы знаете делать фотографии для своей забавы и и выкладывать на всеобщее обозрение особенно когда мы сейчас социальных все сети различные все мы пытаемся показать где мы были и так далее за мы с вами только таким образом умножаем печали ангела поэтому чтобы не навредить самому себе не стоит фотографироваться на фоне разрушенных храмов церквей для того чтобы не оттянуть на себя частичку негативной энергетики которая в них таится и хотим вам сказать сразу еще о том что такие фотографии еще и отнимают жизненные силы конечно с фотографировал один раз возможно вы не увидите каких-либо изменений в своей жизни но пройдет небольшой промежуток времени и вы начнете разбираться а почему вас уволили с работы почему например человек попал в какую-то не очень хорошую ситуацию почему в семье разлад и так далее и так далее и потом на человек начинает анализ он начинает понимать что да он здесь поступил неправильно а знал же все таки далее где еще не стоит делать фотографии там где находятся иконы где находится и я алтарь дело в том что очень многие любят найти сфотографироваться икона алтарь и я зачем вот зачем это нужно есть другой момент вы можете сфотографировать икону и например время от времени возвращаться к этой иконе и молиться бывают же такие случаи что находясь в каком-то святом месте вас прямо подтянула сфотографировать или сделать видео но в таком случае не стоит это выкладывать в интернет не стоит выкладывать социальные сети это говорит о том что ваш ангел-хранитель на данном этапе таким образом дал вам знак что это вам есть помощь есть поддержка для вас от высших сил поэтому вы значит 10 не должны сфотографировать но это не значит что эту информацию нужно разносить всеми вся бывает и другая ситуация что человек находясь в этом месте и узнал о том что именно эта икона чудотворная при этом она мало известна человеке фотографирует для того чтобы передать эту икону в виде фотографии или видео своим друзьям знакомым для того чтобы прочее прочувствовать эту чудодейственную на силу и действительно чтобы решились те или иные вопросы в жизни человека это одно но не нужно отправлять социальные сети вы должны понимать что это отношение которые возникают на энергетическом плане между вами церкви иконами алтарем и так далее пожалуйста помните об этом далее где еще не стоит фотографироваться не стоит делать фотографии на территории действующих монастырях возможно вы бывали монастырях где очень мало людей посещают именно такие места и здесь очень важно уважать вот это состояние людей которые вот монахов которые там молятся которые живут своей жизнью и ваши фотографии это неправильно и вы знаете нельзя фотографировать например вам что-то монастыре понравилось да и вам вот тут вам прямо и желание сфотографироваться и желание сфотографировать в действующем монастыре даже икону подойдите тихонечко именно тихонечко извинитесь и спросите можно ли сфотографировать то же самое касается и монахов кроме того обращаем ваше внимание что есть монахи которые живут именно в пещерах то есть они не живут как мы в таком вот современном мире они живут именно в пещерах и если мы с вами будем говорить о теплых странах то они живут именно в пещерах которые и сами себе делают выдалбывают из камня и вот представьте себе они может могут так что полгода год делать именно такую вот пещерку она небольшая на буквально метр на полметра то есть чтобы только человеку можно было молиться и лежать и просить бога о том чтобы помог защитил этот мир и так далее вот представьте себе человек живет в своем мире он молится и вы здесь его фотографируйте не очень все таки вам бы также было приятно вы понимаете это его жизнь он этим живет и он не обезьяна в зоопарке которые нужно фотографировать помните об этом также самое приведем маленький пример представьте себе что вы пригласили к себе людей друзей и знакомых и ни с того ни сего не начинают все фотографировать вам тоже это будет неприятно вот так и здесь поэтому не стоит нарушать вот границы дозволенного и если вы хотите что-то сделать сфотографировать спросите как правило люди разрешают священники монахи как правило не разрешают это сделать возможно додают какие-то определенные моменты что-то прежде не надо включать вспышку или не стоит здесь включать видео или бывает так что сфотографировать именно только с вот этого вот вместо ли с такого вот расстояния это нормально просто найти одно дело когда вы сделали это в наглую нарушив определенные границы а другое дело когда вы подошли и спросили потому что когда вы говорите с людьми люди готовы вам и помочь потому что очень часто бывает так что например находясь в этом месте вы общаетесь с людьми которые также не какую-то свою проблему или они живут в этом мире когда вы приходите с этой проблемы они вам даже могут помочь как например подсказать что подойдите пожалуйста к этой иконе помолитесь или дотронетесь потому что есть иконы которые даже вы не знаете о том что они есть потому что о них не говорят в интернете но они действительно чудодейственные и они действительно творят чудеса но об этих иконах вы не узнаете а узнать только тогда когда например вы поедете в это святое место поэтому обращайте пожалуйста внимание уважайте пожалуйста других людей поэтому спрашивайте ну если скажут нет то знаете это они хозяева вот этого они это берегут они каждый день молятся они каждый день что-то делать для того чтобы было лучше в этом мире помните пожалуйста об этом об этом и также вы должны понимать о том что если вам что-то понравилось то как правило всегда есть еще и церковные лавки в которых вы можете приобрести ту или иную иконку крестик молитвы и так далее при этом бывает очень часто такая ситуация когда вы приезжаете в какое-то отдаленные места святые вы можете кстати найти то что вы не увидите вот на всеобщем обозрении поэтому возьмите с собой денежку если вы едете какие-то святые места потому что многие люди путешествуют им это интересно и они пытаются познать себя познать этот мир возьмите денежку обязательно купите себе купите своим близким купите например очень часто люди которые ездят в грецию например вы знаете да что на афон только могут могут посещать мужчины но в любом случае вы можете кого-то попросить чтобы вам например купили то-то и то-то узнаете более подробно и вы также будете удивлены тем или иным моментом жизни друзья мы надеемся вы знаете теперь об этом и будете выполнять простые инструкции которые передавались из поколения в поколение сами как всегда был канал зато река для тебя друзья обязательно подписывайтесь на наш канал заставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви и гармонии друзья прямо сейчас на экране видите два прямоугольника это следующее рекомендованное видео для вас нажимайте на то видео которое вам на интуитивном уровне понравилось больше и смотрите друзья всех вам благ услышимся с вами в следующем видео